Снижение заболеваний и увеличение производительности труда. В регионе стартовала тематическая неделя реализации национального проекта «Демография». О внедрении корпоративных программ по укреплению здоровья работающих Павел Игнатьев. Несколько лет назад на этом месте располагались производственные площади. Старые оборудования, как и серые стены, канули в лету. Вместо них на территории Ульгес появился спортзал для сотрудников предприятия. Три раза мы ходим в неделю, вот так в обед, чтобы маленько размяться и поддержать спортивный дух на предприятии. Для этого здесь разработан специальный тренировочный план. Согласно ему, энергетики по три раза в неделю занимаются в тренажерном зале. Силовые нагрузки, фитнес и кабинет релаксации. После обеденному сну работники Ульгес предпочитают легкий променад или физические нагрузки. Они, признаются сотрудники, делу не вредят. Производительность труда только растет. Это не разовое мероприятие заниматься спортом. Это полномерная работа на предприятии, которая формируется до моего прихода на предприятие. Было в мое время. И если я уйду так же, продолжение так же будет, эта программа оставаться. Корпоративная программа по оздоровлению работников действует и на других местных производствах. Проект здорового предприятия стартовал в регионе три года назад. Сейчас в нем участвуют без малого полтысячи организаций. Уже доказано давным-давно, что увеличение физической активности и в целом увеличение и соблюдение здорового образа жизни приводит безусловно к увеличению производительности труда. И мы хотим об этом сказать также работодателям, что они заинтересованы в том, чтобы у них на предприятиях и в учреждениях работали здоровые люди. Это ресурс, который позволяет иметь здоровое население, которое может защитить свою страну и которое позволяет не тратить много денег, экономически не ослабляя тем самым нашу державу на проблемы, связанные со здоровьем людей. Сейчас российский Минздрав разрабатывает модельные корпоративные программы. Главная цель – формирование сильной и здоровой нации. А тем временем на местном уровне решает, как сделать так, чтобы проект заработал на всех предприятиях региона. После формирования правильной с точки зрения здравоохранения рабочей среды, специалисты прогнозируют уменьшение заболеваний, а вместе с тем – рост объемов производства. Павел Игнатьев, Герман Баранов, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.